В Киеве 12 октября 2021 году был саммит Украина-Европейский Союз. На этом саммите было подписано соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом. Что это дает Украине? Украинские авиакомпании смогут свободно работать в Европейском Союзе. Европейские авиакомпании также смогут свободно работать в Украине. То есть качество авиаперевозок между Европейским Союзом улучшится. Также на саммите оговаривалась проблема энергетической безопасности Украины. О чем там говорили? Мы можем зачитать на сайте «Голос Америки». Статья на сайте «Голос Америки» называется «Киевский саммит подтвердил стратегический статус Украины для Евросоюза». Статья говорится следующее. Мы подчеркнули важность продолжения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по усилению европейской энергетической безопасности в контексте существующих и будущих газотранспортных систем на территории Украины и ЕС. Мы подтвердили наши совместные обязательства, подчеркивается в документе. Стороны согласились максимально использовать имеющие энергетические сети и мощности друг друга. Украина и ЕС подчеркнули важность совместной работы против любых потенциальных усилий третьих сторон использовать энергию как оружие, в частности в контексте последствий для стабильности транзита газа по территории Украины. Отмечается в совместном заявлении. Россияне на моем канале любят писать, что Украина без российского газа, без российской электроэнергии пропадет. На самом деле все не так плохо выглядит, как думают россияне. То есть ничего страшного в том, что вот если Россия там откажется продавать Украине газ, транспортировать через Украину газ, ничего страшного не произойдет. Ну да, Украина где-то потеряет какие-то деньги, но коллапса как такого ужасного не будет. То есть Украина, она будет пользоваться европейскими энергосистемами. И вообще Украина планирует к концу 2022 года объединить энергосистемы Украины и энергосистемы Европейского Союза в одно целое. То есть в Украину вполне реально, что войдут энергетические компании Европейского Союза, и они будут работать здесь, вместе с украинскими энергетическими компаниями. То есть коллапса, как думают россияне, не будет. Большой разницы нет от кого получать деньги, кому платить деньги. То есть разницы как такой нет. Не хотят россияне, чтобы Украина им платила деньги. Или чтобы Россия Украине платила деньги. Мы будем платить Европе, Европа будет платить нам. То есть мы будем сотрудничать с другими людьми. И от других людей получать деньги, другим людям тоже платить деньги.